На самый сложный экзамен был. Это, наверное, экзамен, который я держал своей будущей женой. Когда она на втором курсе прижала меня, так к стеночке сказала, значит, или женись, или до свидания. Трижды дед Российской Федерации. Так назвал себя вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин на встрече со студентами амурских вузов и СУЗов. С ними Дмитрий Олегович обсудил не только самые сложные экзамены, но и то, что будет после них. Студенты интересовались, как будет развиваться страна в ближайшие 10 лет, какие перспективы амурского туризма. Но все же главной темой встречи, конечно, был будущий космодром. Можно ли висеть на правильные подготовки, ну, для космодрома, точно, на главе нашего университета, и будут ли восприниманы наши подготовки. Сейчас на строящемся космодроме работает больше 7 тысяч человек, отметил Рогозин. Часть из них трудятся вахтовым методом. Через 10 лет постоянных сотрудников должно быть 25 тысяч. Поэтому перспективы трудоустройства местных специалистов радужные. Рабочие места планируют сформировать за счет создания ракетно-промышленного комплекса. У нас идея такая, что часть космической промышленности, которая сейчас находится у нас в европейской части России, вот сюда поближе, вот на Дальний Восток, камеру перевезти. Поэтому я думаю, что помимо космодрома Восточный, у нас для нашей перспективы создание космического производства. А значит, нужна целенаправленная подготовка специалистов, подчеркнул Рогозин. Для этого на базе Амурского госуниверситета планируют создать аэрокосмический факультет. Сейчас студентов по специальности проектирования, производства и эксплуатации ракет и комплексов обучают на инженерно-физическом факультете. После третьего курса они отправляются в Московский авиационный институт и Южноуральский университет. Новом Гуру разработали проект, благодаря которому студенты смогут заканчивать обучение в Преамурье. Мы сейчас работаем вместе с нашими более опытными коллегами из Москвы, из Красноярска, из Челябинска. Сделали проект тех лабораторий, которые нам будут необходимы, чтобы полностью завершить цикл подготовки специалистов. Мы, конечно, не идем в область проектирования космических аппаратов, а в основном все усилия будем направлять на работу с инфраструктурой космической, на специальные стартовые космические комплексы. Создание 13 необходимых лабораторий обойдется примерно в 90 миллионов рублей. ВУЗ рассчитывает привлечь на это федеральные деньги. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проект поддержал. Он представит его в Министерстве образования России. Но это в будущем, а пока студенты занимаются вот здесь. Вместе с сотрудниками подразделения Роскосмоса они создали свой космодром в миниатюре. Для Дмитрия Рогозина провели экспресс-экскурсию по объектам Восточного. Здравствуйте. Я вам вступил дистанционного зондирования Земли. Между тем, первые выпускники космической специальности уже вернулись в Переамурье после окончания Южноуральского госуниверситета. Четыре молодых инженера работают на космодроме Восточный. Вице-премьер поблагодарил АМГУ за подготовку специалистов. И в память о своем визите оставил автограф в книге почетных гостей. Анастасия Носкова, Иван Миночев, Альфа Новости.